Вот Размотейшн, Смаковская газель, просто ее нету. Сегодня утром, праздничным крещенским утром, когда вся вода во Вселенной стала освещенной, и человечество на 80% состоящее из воды тоже осветилось Духом Святым, сошедшим по воле Бога Отца, накрестившегося Господа Иисуса Христа. На 257-м километре Серовского тракта, это в Верхотурских краях, а Верхотуре, это православная столица Урала, случилось настоящее крещенское чудо. Человек должен был погибнуть, но не погиб. И обыкновенное чудо случилось в рамках обыкновенного замеса, пугающего своей простотой. Фабула такая. На Серовском тракте на обочине стоял фургон породы газон. По данным местного жителя, рулевого, стоял он, никого не трогал, уж не первые сутки. Короче, вот этот газон стоял два дня. На обочине, это ж надо, б***ь, в течение обстоятельств, чтобы вот так вот такая зелья вылетела, б***ь. Это ж, б***ь, вообще. Б***ь, б***ь, все. Ну, это был как бы спойлер. Ну, думаю, вы и так по картинке поняли, что было дальше. Сегодня утром из Кушвы в Серов катилась фургонообразная газель, приписанная к Свердловскому хлебомакаронному комбинату СМАК, которая везла в недрах своего брюха булки, батоны и прочие хлеба. За рулем газели сидел житель Кушвы Александр. Позже он сообщил гаишникам, что вообще не помнит, как газель налетела на стоячий на обочине фургон. Как говорят знающие местные люди, сотовая связь в тех краях не ловит, так что на мобилу Александр отвлечься точно не мог. Ну, остается вариант, что крещенским утром он тупо заснул за рулем. Как видно по картинке с места замеса, газель не влетела всей мордой в корму газона. Все-таки он был сдвинут с трассы глубоко вправо на обочину. И хлебная смачная газелька напоролась на его левый угол самым-самым правым краешком кабины. И с нее сняла скальп, который завис на кормовом отсеке газона. Но очевидно, что удар был силен, потому что фургон газели при ударе по инерции полетел вперед и развалился. Как следствие, многочисленная хлебобулочная продукция разметалась по дороге и окрестно. По горячим следам сообщалось, что случилось крещенское чудо. Врачи пилота газели Александра осмотрели, и он от госпитализации отказался. Прикиньте. Да, разрушения хлебной газели кажутся зловещими, но рулевой находился максимально далеко от точки соприкосновения болидов, потому и не убился. А вот был бы с ним пассажир на месте смертника, тот бы точно отправился допраздновать крещение Господне с ангелами. Наш зритель, знакомый с ситуацией и знающий Александра, позже сообщил, что реально все не так безоблачно. Когда пилот газели отошел от шока, то почувствовал, что не почувствовал некоторые части тела, так что не исключаются повреждения, в том числе и позвоночника. Но согласитесь, то, что человек заснул за рулем, влетел в стоячий грузовик и не убился в куче железа и хлеба, это ли не чудо? Продолжение следует...